здравствуйте в эфире телеканал айтон тв программа черным по белому в студии я ее ведущий александр гурарье и на связи с нашей студии из иерусалима мой постоянный собеседник раввин доктор михаил финкель михаил добрый вечер здравствуйте александр в одной из наших передач мы с вами рассматривали так называемые стереотипы такие стереотипные воззрения на религиозных евреев на религиозно иудаизм в частности мы рассматривали с вами вопрос о том что ходили такие так сказать слухи в некой в социальных сетях и в более так сказать древние времена о том что евреи муж и жена осуществляют интимную близость только через дырочку в простыне вы тогда нам демонстративно показали каким образом возникли эти суеверия и откуда взялось это понятие о дырочке и вот тогда было очень много отликов на эту передачу мы дадим ссылку на нее обязательно но я бы хотел так сказать продолжить эту тему в таком направлении опять-таки ходят упорные слухи и об этом много пишут и говорят о том что в религиозных семьях до сих пор практикуется проверка перед свадьбой молодая должна пройти проверку на девственность что она до сих пор значит девственной и если таковая проверка не проходится то соответственно это как бы считается товаром второго сорта действительно ли это так и действительно ли что в современном двадцать первом веке в котором мы сейчас находимся действует воззрение и принципы которые там ну в средние века гуляли по европе вы знаете я хочу сказать что вот никогда я не сталкивался с такой практикой никогда статья об этом действительно вышла в одной израильской газете и там женщину профессор видно что это наверняка абсолютно светский человек далекий от мира иудаизма приводит цитату из пяти книжек моисеева в котором значит рассказывается о том что вот жених после брачной ночи обвиняет свою молодую жену мол не девственность не не девственно не девственницы я ее нашел и тогда отец этой молодой жены должен взять там написано прямо вот простыню и выложить ее перед народом и отсюда говорит это профессор в этой статье идут корни древнего обычая показывать простыню на которой капли девственной крови доказывающие то что невеста была обладательницей девственной плевы конечно же эта женщина не имеет никакого представления о будаизме потому что абсолютно все мнения величайших мудрецов говорят о том что древний иудейский оборот на иврите выложить простынь означает доказать правоту своего дела то есть отец должен доказать судьям и свидетелям что моя девушка которую я ему отдал моя вот эта вот доченька она была девственница и она никуда не ходила не с кем не гуляла и так далее и тому подобное нужно знать хотя бы чуть-чуть биологию физиологию чтобы понимать что далеко не у всех девственниц после первого полового акта бывает кровотечение даже минимально видно об этом она как раз и где пишет в этой статье она пишет о том что это вот это незнание вот этой физиологии она порождала колоссальные трагедии когда там обвиняли девушек совершенно зря и это влекло очень серьезные последствия конечно такие случаи были но говорить о том что такие случаи есть сегодня это не поставляется возможным понимаете это невозможно я не видел такого никогда действительно в удаизме есть стереотип основанный на торе и восходящей глубокой древности это к периоду трехтысячелетней давности что действительно невеста которая девственница была более считалось более элитной невестой чем невеста которая не девственница но полно случаев когда женщина и девственница ты разведенная женщина это и вдова это изнасилованная девушка и полно случаев как и какие бывают понимаете никогда не было случаев у чтобы демонстрировали кровь девственную. Это варварство. Никогда не было вообще в истории или никогда не было, скажем, в 21 веке? Не было вообще никогда в истории. То, что было действительно у нас многократно, это то, что жених или молодой муж обвинял в семье университет и говорил, что вы мне не девственницу подсунули. И те должны были доказать в Равинском суде, в Древнем суде, что она была девственницей. Доказывалось это путем приведения аргументов и свидетелей. Но не путем крови, потому что, представьте себе, вот эта вот простынь с кровью не является доказательством, потому что кровь-то может быть любая. Как в этой статье написано, можно порезать себе палец, можно куриную кровь туда налить. Это не является доказательством того, что это, а, человеческая кровь, и, б, что это именно кровь девственной плевы. Это не является доказательством. Поэтому это совершенно никакое не доказательство. Понимаете? В наше время можно провести экспертизу, это не проблема. Да, а вот в древности экспертизу провести было невозможно. И поэтому Тора из закон Моисея, который является мудрым сводом законов, он не мог дать такую глупую систему аргументации. К сожалению, действительно, это перекочевало во многие другие культуры, других народов такая практика. И сегодня, я знаю, до сих пор это есть. Это есть в разных странах. Но, насколько я знаю, у нас никогда этого не было. И в Торе многие обороты, которые вот кажутся, что они буквальны, они на самом деле иносказательны. Они совершенно иносказательны. Потому что это древний метафорический язык, образный язык. И, ну, понимаете, ну, вот такая вот история. Поэтому я считаю, что тут совершенно не нужно делать проблему там, где ее нет. Опять-таки, я не могу исключить того, что, может быть, есть какие-то маргиналы в какой-то секте, какие-то безумцы, которых может быть считанное число, которые где-то, когда-то так могут делать. Но это совершенно не показатель. И совершенно никогда такого не было. И мы не должны это считать, что это проблема, которая реально существует. Михаил, ну, вообще вот этот вот обычай, как бы, демонстрировать простынь, он ведь существовал в средние века и в Европе. И причем вот это вот доказательство того, что невеста была девственна, это имело еще и чисто, так сказать, материальное значение. Материальное значение заключалось в том, что жених и последующий муж должен быть уверен, что первенец, который родится, это первенец именно его. Потому что первенец в средние века и в более поздние времена наследовал основные, так сказать, основные, основное имущество своего отца, своих родителей. И поэтому хотелось, чтобы этот первенец, быть сто процентов уверен, что этот первенец, как бы, не со стороны, не байстрюк. Так что в этом плане, как бы, логика существовала. Логика существовала, но не существовала доказательной базы, понимаете? Ведь кровь может быть любой. Я вам более того скажу, где это сегодня в аудаизме действительно имеет место. У нас есть брачный договор, который называется Ктуба. Брачный договор, ему более двух тысяч лет, был записан иерусалимским мудрецом Шимоном бен Шитахом, который заключает, в принципе, обмен взаимными обязательствами между мужей и женой. Муж иудей, жена иудейка договариваются о том, что он будет ее содержать, кормить, поить, обувать, одевать, лечить. Она обязуется, что она будет ему верной женой, что она будет с ним жить, только с ним, не будет ему изменять, будет тоже ему стирать, будет мыть посуду. Там будет ухаживать за детьми, будет хорошая, верная хозяйка, хранительница очага. Это обмен обязательствами. В случае расторжения договора, в брачном договоре написано, если жена была девственницей, то она получает, если мне не изменяет память, 200 монет. 200 монет компенсации. А если она не девственница, с древнейших времен и по сей день та же формулировка сохранилась, она получает 100 монет. Такая вот формулировка у нас. А как же доказывали это? Ну, так значит, это написано было и до сих пор пишется в брачном договоре. А доказательство-то где? Доказательство, понимаете, доказательство у нас не кровь, которая не является доказательством. Понимаете, ведь то доказательство, которое не является доказательством, оно доказательством не является. Доказательство – это свидетельские показания. Вот, например, если два свидетеля или более видела, что она уединялась с каким-то мужчиной до свадьбы. Это проблема. Это будет фактором того, даже если у них ничего не было. Уединение на 18 минут минимум с каким-то чужим мужчиной дает колоссальнейшее подозрение тому, что мог быть половой акт. И она будет получать уже при разводе меньшую компенсацию. Если свидетели видели, если есть какие-то другие факторы, которые могли об этом говорить, например, освидетельствование врача, может быть, до брака, каких-то других женщин, которые с ней были где-то и видели, что, значит, вроде как она не девственница, тогда да, но никогда не показывали кровь, никогда не унижали вот так вот семью и девушку тем, чтобы показывать простынь с кровью. Понимаете, это в голову не может войти. Никогда в жизни такого у нас нет. Это образ. Это образ системы доказательств. То есть это такой же самый образ, аналогичный образ, аналогичный тому, о котором я сказал в начале нашей передачи, когда говорили, что вот там через дырочку в простыне вступают в интимные отношения. Конечно. Конечно, сто процентов. Вы понимаете, здесь много мифов безумных. Я вам расскажу интересную вещь. Не так давно, несколько лет назад я был в России, и ко мне подошли две женщины, не еврейки. И спрашиваю меня, а правда ли, что у вас, евреев, издревле есть обычай первой брачной ночи, что первая брачная ночь, значит, ее нужно отдать отцу жениха. У меня волосы дыбом стали. Я говорю, откуда вы взяли такую безумную идею? Они говорят, ну как же, ну все это знают, что у вас, евреев, значит, первая брачная ночь, невеста должна быть с отцом жениха, уже потом дальше с ней будет ее муж. Разные мифы распространяет она. Что мы кровь пьем, что мы... Ну что же вы не знаете об этом? Не, ну про кровь-то знают все, так что тут есть христианских младенцев. Михаил, спасибо. Спасибо, значит, ну вот, как бы еще одним мифом становится меньше. Дорогие друзья, мы беседовали с раввином доктором Михаилом Финкиным. Программа «Черным по белому». Всего доброго, до свидания.